Здоровье это тоже божий дар, который нужно беречь и приумножать, чтобы послужить силу помощи окружающим людям. В школе города Ярцево прошло мероприятие, посвященное здоровью. Подробнее о нем расскажут наши коллеги. Стартовавшая еще в прошлом году программа «Здоровье и сбережение» по президентскому гранту, проводимая Смоленским отделением Международной организации Союза православных женщин, успешно продолжает свою работу. Вот и сейчас очередной город Смоленской области – Ярцево. И очередная школа, а значит и аудитория, на которую и нацелена эта программа – молодежь. Она будущее наше, и от того, каким она будет, такой и будет наша родина. Для руководителя Азаренковой Людмилы Петровны это не рядовая, а родная школа. Это моя родная школа в моем родном городе. Когда-то закончила ее я, мой брат, закончила моя дочь. Сейчас учится в седьмом классе моя внучка, и осенью сюда придет учиться мой внук. Тема, с которой мы приехали сюда, с шестым дня здоровья – агрессия и депрессия. Тема, к сожалению, стала очень актуальна, злободневна. Профессионально об этом рассказала в своей лекции заведующая кафедрой клинической психологии Смоленского медуниверситета Наталья Осипова. Согласно статистике, депрессия различной степени тяжести наблюдается от 60 до 80% подростков. Целью лекции было знакомство с основными аспектами понятий депрессия и агрессия и дать рекомендации по их профилактике. Перед собравшимися выступила директор школы-гимназии Галина Басалыга. Она поблагодарила участников проекта за работу по пропаганде здорового образа жизни. О важности этого мероприятия сказала и заместитель главы муниципального образования Анна Курзова. Такие проекты, здоровые и оберегающие, наверное, самое важное, что у нас есть. И тем более проект, который связан с нашей общественной организацией, с православной церковью, с нашими высшими учебными заведениями, которые готовят кадры, это медуниверситет. И, конечно же, с нашей молодежью, потому что, ну, хоть высокопарные слова молодежь наше будущее, но это так. Эта важная работа ведется совместно с Ярцевским благочинием. О совместной работе в этом направлении с администрацией говорил и настоятель храма всех скорбящих радости Иерей Евгений Пономарев, окормляющий учащися этой школы. Сегодня мы присутствуем в третьей школе города Ярцево. И сегодня мероприятие, посвященное Дню, так сказать, здоровья. Это мероприятие, оно связано, конечно же, непосредственно с нашим молодым подрастающим поколением. Это очень важно для нас. Ведь нам важно здоровье каждого ребенка, каждого учащегося в этой школе и, конечно же, во всей России. Волонтеры-медики провели анкетирование среди учащихся. Это своего рода психодиагностическое тестирование, по ответам которых можно судить о состоянии подростка. Людмила Заренкова побывала на уроках учащихся седьмых классов и побеседовала с ними. Само анкетирование может выявить патологии на ранней стадии. Кроме этого, врачи Центра медицинской профилактики физдиспансера провели комплексное тестирование сердечно-сосудистой системы всех желающих на кардиовизоре. В этом мероприятии приняло участие около 200 человек. Для повышения информированности школьникам был подарен стенд с литературой. Дни здоровья будут и дальше продолжаться по Смоленской области. Впереди еще много работы.